Зачем открывать Америку, когда даже редкие американские птицы и рыбы в Анапском океанариуме и зоопарке Планета Океан, индийские сабеля старта, рыбы с ногами, русские осетры и белоперые акулы прямо над головой, спинороги Пикассо, тропические гости из Южноатлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря, собственный охранник зоопарка Леопард Ричард, и это не телепередача в мире животных, это океанариум Планета Океан в парке 30-летия Победы. Сегодня вы узнаете в подробностях о предварительных итогах на выборах в Государственную Думу, как в Анапе в день города чествовали жители курорта, где установили памятную табличку на затонувшем сухогрузе, где появится новая аллея ремесленников и не только. Вениамин Кондратьев выразил соболезнования жителям Пермского края в связи с трагедией в университете. Глава Кубани направил телеграмму губернатору региона. От имени всех жителей Кубани примите глубокие и искренние соболезнования в связи с трагедией в Государственном университете. Все мы потрясены чудовищным преступлением, которому не может быть никакого оправдания. Напомним, 20 сентября студент открыл стрельбу на территории одного из корпусов университета. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. В итоге возбуждено уголовное дело. Его будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации. Иван Демченко ожидаемо лидирует на выборах Государственную думу по избирательному округу, куда входит Анапа. Напомним, выборы в Госдуму прошли по смешанной системе. По предварительным итогам голосования, которые опубликовал избирком Кубани, возглавляет список «Единая Россия». На втором месте КПРФ замыкает тройку «Справедливая Россия». Далее партия ЛДПР «Новые люди» и партия пенсионеров. В славянском избирательном округе номер 48, куда входит Анапа, уверенно лидирует и сохраняет свое место в Госдуме 8-го созыва представитель «Единой России» Иван Демченко. В День города в Анапе состоялось чествование жителей. Торжественное мероприятие «Мой город, овеянный славой» состоялось в городском театре. Награды анапчанам, которые достигли высот в разных сферах, вручил мэр Анапы Василий Швец и председатель совета Леонид Красноруцкий. О том, как это было, далее в сюжете. Начиная мероприятие, Василий Швец отметил, что сегодня его команда прилагает все усилия, чтобы жизнь в Анапе становилась лучше и комфортнее. Также он выразил слова благодарности всем жителям за любовь к Анапе. А Леонид Красноруцкий подчеркнул, что Анапа – город, который является территорией государственных интересов. Анапа имеет тысячелетнюю историю и это город, который собрал в себе людей, действительно тружеников, действительно очень талантливых, людей с широким сердцем и гостеприимных. Город воинской славы, город-курорт, город, который является территорией государственных интересов. За самый отверженный труд по предупреждению ЧАЭС и активную деятельность по охране здоровья граждан, почетной грамотой администрации Краснодарского края наградили сотрудников городской больницы Анапы. Ряд жителей наградили медалью за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа. В этом году принято единогласное решение о занесении на городскую доску почета медработников и сотрудников Роспотребнадзора. Все 20 мест на доске почета однозначно будут заняты и представлены именно представителями профессии, медицинской профессии, медицинских работников. Это и сотрудники нашей городской больницы, работники Роспотребсоюза, работники здравниц, работники других лечебных профилактических профилатур и предприятий. О премии администрации Краснодарского края для одаренных учащихся и студентов образовательных организаций культуры и искусства и медали «Одаренные дети Кубани» были удостоены. Анастасия Брюханова, Анастасия Таран, Елизавета Козлова и Арина Тололова. Великолепные концертные номера участникам мероприятия подарили творческие коллективы курорта. Олеся Давыдова, Мария Величенко, 39 канал. В Хуторе Чекон сгорела хозяйственная постройка. ЧП произошло 18 сентября в 15.34 на улице Молодежной. Здесь на площади 15 квадратных метров горела кровля хозяйственной постройки. В 15.58 возгорания полностью ликвидировали пострадавших, к счастью, нет. А вот причина пожара – неосторожное обращение с огнем. А в 21.13 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в Джигинке на улице Октябрьской. Пламя удалось быстро локализовать. И уже в 21.29 пожар был полностью ликвидирован. Причина – короткое замыкание электропроводки. На затонувшем сухогрузе под Анапой установили памятную табличку. Об этом появилось сообщение в социальных сетях. Памятный знак. На затонувший корабль «Одесский горсовет» в селе Витязево спустили воспитанники местного военно-спортивного клуба. На табличке собраны все известные данные о корабле. Помимо нее дайверы установили на сухогрузе венок в честь экипажа. Советский сухогруз принимал участие в Великой Отечественной войне. Судно доставляло необходимые продукты. Жителям Анапы известно, что во время одного из рейсов корабль атаковали. После этого судно затонуло почти в 300 метрах от берега. Специальные места для представления своих работ появятся у ремесленников Анапы. Их расположат в парке станицы Гостогаевской после его реконструкции. Об этом рассказал глава города-курорта Василий Швец. После того, как пообщался с мастерами декоративно-прикладного творчества на выставке, приуроченной ко дню города в минувшие выходные. Мы сейчас, когда будем делать реконструкцию парка, как я вам уже сказал, мы в одном из уголков сделаем ремесленный уголок. Это здорово. Чтобы на постоянной основе мы сделаем не вот так вот, как... Мы сделаем так, как в Анапе. Чтобы это было более-менее стационарно, в едином стиле, в симпатичном стиле. Вместе с главой Гостогаевского сельского округа мэр Анапы осмотрел территорию парка и обсудил, где можно разместить будущую творческую аллею. А я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – ресторан грузинской кухни «Старая мельница». Ресторан грузинской кухни «Старая мельница». Это островок грузинского радушия в Анапе. Вкусная еда, уютная атмосфера с живой музыкой, открытая терраса, детская игровая комната с аниматорами, а также банкетный зал, который вмещает до 140 человек. «Старая мельница». Все по-новому. Город Анапа. Улица Северная, 3Г. Телефон плюс семь девятьсот восемьдесят восемь триста тридцать три восемьдесят восемь ноль один. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды. Океанариум в парке «Тридцатилетие Победы». Здесь всегда есть на что посмотреть и чего удивиться. Зачем открывать Америку, когда даже редкие американские птицы и рыбы в Анапском океанариуме и зоопарке «Планета Океан». Индийский сабель Астарта, рыбы с ногами, русский осетр и белоперые акулы прямо над головой. Спинороги Пикассо. Тропические гости из Южноатлантики, с островов Пасхи, Гавайских островов и Индийского моря. Собственный охранник зоопарка Леопард Ричард. И это не телепередача «В мире животных». Это океанариум «Планета Океан» в парке «Тридцатилетие Победы». Во вторник, 21 сентября, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Влажность воздуха 88%. Ветер подует северный со скоростью до 5 метров в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Осадки, температура воздуха ночью плюс 15 градусов. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Все новости и передачи 39 канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, события и факты – все это на сайте anapanews.com, на странице в Инстаграм, ну и, конечно же, в Одноклассниках. А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения.